Я пока доходил, у меня ресницы замерзали Ты сам стоял на торговой точке на рынке Какой-то умный На мне норковая шапка Ты как-то вскользь сказал, я на вайнах зарабатывал 4-5 миллионов в месяц Где там деньги? Когда у меня наличка, они улетают Принес деньги? Через месяц их нет Балдеж, Рахим Да, балдеж Привет, друзья, это Forbes Digest И мы приехали в Москва-Сити Один из самых дорогих и престижных районов столицы И сегодня мы идем в гости не в госкорпорацию или офис какого-нибудь миллиардера Мы идем в гости к Рахиму Абрамову Артисту, который раскрутился сам с помощью социальных сетей Он снимает апартаменты в одной из этих башен Угадайте, в какой аудитория в ТикТоке у него более 9 миллионов человек Ему 22 года, 6 лет назад он приехал в Москву с несколькими тысячами рублей в кармане Очень красивая история До этого жил в Сибири, с детства помогал родителям продавать китайскую одежду на вещевом рынке Учился в спортивной школе, занимался боксом и не поступил в колледж Сейчас его трек Фэнди Самый популярный российский трек, под который пользователи записали свои танцы И выложили в социальную сеть более 3 миллионов раз Это рекорд в российском сегменте Пойдемте познакомимся с Рахимом Поднялись мы на очень высокий этаж Москва-Сити И сейчас нас встретит молодая звезда рэпа, тиктока и всего такого Может спят? Рахим! Привет! Раким! Раким! Привет! Привет, привет, привет! Ого! Заходи! Какая красота у тебя здесь Залетай Ты здесь один живешь? Нет, с друзьями С девчонками? Нет Где-то Мы ждем, мы жаждем какого-то возврата Мы пришли в логово молодого рэпера, звезды тиктока Какие-то люди работают Это офис, что ли, у тебя получается? Нет, это просто мои друзья, с которыми я работаю Что вы здесь делаете? Мы тут пишем музыку и играем в фифу и в фортнайт А, ты гомаешь, да? В фортнайт в фифу? Ну, в фортнайт уже более-менее меньше гомаю Потому что ночью я в основном музыкой занимаюсь, а фифу, да, иногда Как ты тут, в этом, ну, это не пентхаус, но в этих апартаментах оказался? Переехал сюда просто Шесть лет назад ты переехал в Москву Да, я шесть лет назад переехал в Москву И сначала жил в общаге, потом жил в квартире, потом жил на белорусской И потом переехал в Сити Ну, у меня вообще мечта была жить в Сити Было интересно, каково это, просыпаться с таким видом Наслаждаться этим Я думал, меня это будет вдохновлять как-то Но в итоге, как оказалось, оказывается, это тоже так Так же, как и в обычной квартире жить Надоедает вид Ты уже не обращаешь внимания на второй неделе проживание этой квартиры И как бы все обычно Ты из богатой семьи? Нет, из обычной А откуда? Я из Сибири Ну, а конкретнее, я не нашел информацию, откуда Я знаю, что ты из деревни Да, я из Забайкальского края А название деревни можешь нам сказать? Мы прям фотографию выдадим Могочи Могочи? Да Это на самом деле не город, ну, там, это поселок городского типа Но я как понял, это деревня сейчас Потому что там живет 14 тысяч человек И как бы, ну, это даже не деревня, мне кажется Это просто улица Рахим, расскажи вкратце свою биографию Вкратце биография такая, то, что я родился Учился в обычной школе У нас там, в принципе, в деревне даже никакого спорта не было, кроме бокса Я занимался боксом, футболом И потом в итоге переехал в Читу учиться Я там учился в спортивной школе И в 16 лет я закончил 9 класс Меня там не взяли, короче, в технику Я не стал доучиться до 11 класса И просто переехал в Москву Ну, мне папа разрешил, он мне доверял И я такой думаю, о, можно в Москву поехать А на самом деле я вообще в Питер хотел поехать Но меня там не взяли, короче, тоже И в Москве единственный колледж, который меня взял Он говорит, приезжай Кем ты хотел стать в тот момент? Боксером, бро Боксером? Да Профессиональным? Да, на самом деле, потому что я когда уже приехал туда Я сразу получил первый разряд У меня быстро получалось Я очень сильно хотел стать боксером И когда я уезжал, я должен был получить кандидата в мастера спорта Но я уехал Потому что так получилось У меня первый взрослый был У тебя первый взрослый Да, конечно Ты перед КМС Да, да, да Расскажи немного о своих родителях Они у тебя предприниматели? Чем занимались? Они занимались торговлей Они торговали одежду на рынке А потом они сейчас уже работают в магазине Ну, у меня мама уже не работает Папа работает Но он тоже уже заканчивает свою деятельность Потому что ему уже, ну, хватит Я уже зарабатываю для семьи, как бы, достаточно денег Чтобы они жили хорошо Они живут там? Нет, у меня мама живет на родине А папа живет в этом, в Сибири На родине это не в России? Ну, в России почти вот Чуть отсюда, ну, 500 километров В Узбекистане? Нет Я там родился только Какое у тебя вообще было детство? Детство у меня было, честно тебе скажу, блин, такое себе Потому что мне приходилось идти в школу А там в Сибири холодно очень Я пока доходил, у меня ресницы замерзали И я учился И там, в принципе, была одна школа Вторая была такая себе, знаешь, для отбитых вообще Первая школа была более-менее нормальной Я учился и после учебы сразу шел работать с родителями Так такого у детства не было Я, ну, как бы, не играл Я хотел всегда играть в детских площадках, знаешь, со всеми детьми Но у меня не получалось, потому что мне нужно было помогать родителям И вот, вот так вот детство прошло у меня Ну, и спортом занимался, боксом А что продавали? Шмотки? Да Модные какие-то, как вот у тебя сейчас Витма? Ну, не совсем Там же, видишь, с Китая же везли Не с Китая, а с Благовещенской, знаешь? А Благовещенской Ну, город на границе с Китаем Да, да, на границе И там, как бы, мы приезжали, покупали вещи и привозили туда Так, расскажи о процессе, как вы ездили с родителями отовариваться в Благовещенске Ну, я начал ездить, когда мне было 11-12 лет уже, как бы До этого они сами ездили Ну, просто покупаешь билет туда и обратно, чтобы много денег не потерять Нет, на поезде Чтобы не остаться там, а сразу за один день приехать туда и обратно, съездить То есть, ты покупаешь туда и обратно сразу билет за неделю Садишься с утра, едешь и ровно сутки ты едешь или 12 часов в сутки вроде бы Ты едешь до Благовещенской, приезжаешь туда, за 6 часов, за 7 часов покупаешь товар, который тебе нужен Там большой торговый центр, есть вот как тут, например, авиапарк Как садовод, да, наверное? Во, да, вот, скорее всего, как садовод И покупаешь весь товар и едешь обратно, могучу То есть, вы покупали у китайцев их что-то? Да, да, да Бальто, пуховики, кроссовки Ну, да, все подряд же Можешь вспомнить что-нибудь? А, ну, в основном летом это футболки, шорты, трусы Каких-то известных брендов, типа? Да нет, не совсем даже Ну, это тоже, конечно Дольче Габбану подельно Дольче Габбану, Гуччи Ну, Гуччи тогда не было, на самом деле Фенди? Нет, Фенди тоже не было Были и такие Найки в основном, Адидас, знаешь И в нашем городе в основном любили Найки, Адидасы Я гонял всегда в Адидасе, там, все, знаешь, такие То есть, ты сам стоял на торговой точке на рынке? Конечно Сколько? Да? Да Сколько лет? С 7 лет Это, ну, это факт Продавал, брал деньги, давал сдачу А я знаю, много чем занимался там Я даже переустанавливал компы всему городу Я очень сильно шарил в программировании Я переустанавливал людям компы за 500 рублей тогда В свое время Я зарабатывал так вот Ну, я никогда, знаешь, не хотел работать-то именно Что, ты ворд им закачивал? Нет, я винду переустанавливал Ааа Я нифига переустанавливал, слушай Это мне помогло переехать в Москву Много зарабатывал, кстати? 500 рублей за один раз 500 рублей за один раз А вот тогда, когда на рынке стоял, родители с тобой делились деньгами? Нет, они мне наоборот все забирали Была такая ситуация, у меня мама говорит, я накопил 11 тысяч рублей На то время мне было 12 лет или 13 Это были большие деньги Я накопил эти деньги Она говорит, дай мне, сынок, я тебе вот через 3 месяца 20 тысяч там Отдал и забыл А она говорит, а где? Я говорю, где мои деньги? Я говорю, ну вот же, я тебе одежду купил на 1 сентября Такой Круто Взрослая жизнь Да, ну я ее сейчас понимаю, я бы тоже не отдал Там была возможность зарабатывать какие-то неплохие деньги, как ты считаешь? Вообще, в Забокальском крае нет, мне кажется, возможности зарабатывать много денег Там, мне кажется, единственное, где можно работать в Забокальском крае, это вот ЖД Все идут на ЖД Это депрессивный вообще регион? Потому что... Очень, на самом деле Там, вот я приезжал, знаешь, когда я понял, что депрессивно Когда я там жил, в принципе, у меня всегда в голове все было по полочкам, все нормально было Я жил нормально там Но я никогда там не пил, не курил, не пробовал ничего Хотя у меня друзья все, как бы, знаешь... Ну он известен регион тем, что там много пьют Потому что, ну, не хотел, короче, у меня были другие мысли, которые я хочу реализовать В принципе, шел на контакт с друзьями, у меня, они близкие друзья там были Я всегда, каждый день с ними тусил, но я никогда не пробовал Ну, короче, я пообещал маме, что я не буду пробовать ничего А это была большая проблема твоего окружения? Не-не-не, они относились ко мне нормально Я же, тем более, по религии мусульманин Я им, ну, они знали то, что я мусульманин И они из-за этого к этому вообще нормально относились Я, как бы, вот так вот делал И они такие, все окей, братан Ну, меня много раз пытались, как бы, переубедить, конечно, что вот, попробую, нормально А меня воротило от запаха пива Сколько стоит снимать такую квартиру? Выходит, в общем, где-то около 400, где-то 500 тысяч Зачем тебе такая дорогая квартира? Когда я приехал в Москву, я хотел пожить в Сити Знаешь, я когда был, вот, пару раз тут Не именно тут, а в других апартаментах Мне очень понравилось, мне было интересно, вот, какого это просыпаться И вот я снял эту квартиру Какой у тебя сейчас запас прочности Ну, вот, чтобы ты не работал И мог продолжать ее снимать? Ну, дорогая квартира, 400 тысяч в месяц Я думаю, пару годиков можно дать, в принципе То есть у тебя столько накоплений есть, да? Ну, если вот брать все проекты мою, вообще, типа, мой инстаграм, тикток, музыку, то, да, я думаю, есть Миллион долларов ты еще не заработал? Нет, пока не заработал, брат, потому что я все трачу на свое творчество, на музыку Что за код? Вот, я, это мой кот, Сэм, его зовут Сэм? Он боится, он, смотри, убежал Он не любит тебя, видишь? Это у тебя гардеробная? Да, это гардеробная Знаешь, как Ксения Собчак любит зайти? А у меня там вообще пацанская гардеробная, знаешь? Я вижу у тебя крокодиловые туфли Да Ты готовишь смену имиджа, ну зайди, ты покажи уже свой хозяйственный Что мне показать? Вот, я вижу, я вижу этот, одежда для того, чтобы работать на дороге Да, да Зеленая, флюоресцентная Вишь, посмотрите, какая есть Вот, это тоже для дороги А что это такое? Я не знаю, что за бренд, но мне понравилась кофта Ты зацеплен на брендах? Почему? Нет Фенди, Гуччи, Луи Смотри, у меня, что тебе показать? У меня будет обычная одежда, которая, вот, обычная одежда У тебя тут неплохо, что за обычная? Это какие-то Zara и Chendem? Не знаю, просто смайлик, смотри, нарисован И вот это вообще с Бали я купил Это, в основном, это не моя одежда, это братик маленького Моя одежда где-то валяется, где-то в стирке А вот, смотри, вот тут еще Ты видишь, мне не убрать просто Нет, я раз в три месяца покупаю себе шмотки Но когда я трачу, я трачу нормально То есть ты можешь полмиллиона в Цуме оставить? В Цуме нет, но в других магазинах, да Потому что в Цуме мне не все нравится А это что, это такая студийка простая? Да, это студийка, это вот мой друг, кстати, недавно Привет, как зовут? С Павлодара приехал С Павлодара? Да Ты приехал смещать с Криптонита? Нет Он не с Криптонит, он слайм Слайм? А, окей, слайм Это как дети играют в слайм Нет, ну согласись, у тебя реально хорошо Но из него выпадают все бубочки Да, вот эти вот? Это рэп такой А, рэп, окей Да, рэп Что, и что, это все? Это вот, нет, мы здесь демки пишем, просто разгоняем Мы здесь работаем Здесь ведется работа перед записью на студии? Да, да, да Вот, видишь, пианинка стоит, вокалом занимается Друзья, вот просто, вот сколько стоит такой микрофон? Ну, тысяч двадцать он стоит, наверное Вот, ну, не знаю, тысяч пятнадцать-двадцать недорогой микрофон Но это простой набор, в принципе Да, здесь два компа, здесь где-то, ну, здесь какие-то материалы, тут какие-то материалы Вот колоночки Аудиокарта самая дешевая даже, почти недорогая, M-Audio Вот еще Apollo Twin, она сломалась у меня Это вот эта самая крутая аудиокарта, считается И все, в принципе, видишь, здесь пишем Работаем, пишемся Здесь вокалом занимаюсь То есть ты себя в самоизоляции максимально комфортно чувствовал, да? Да Ну, я не здесь жил, в самоизоляции То есть ты просыпаешься, здесь работаешь Я, Игорь Ильич, просыпаюсь, видишь, смотрю на этих офисников Думаю, блин, как круто, закрываешь штору, одеваюсь и смотрю на них еще раз В 16 лет ты решил поступить в технику Правильно я понимаю? Да, да Это было уже в Москве или на родине? Это было в Чите И я в Чите не поступил Это была смешная ситуация Я плохо учился Мне вообще не хотели допускать ГИЯ Я в итоге сдал на четверки, на пятерки И мне дали диплом Или аттестат То, что я закончил девятый класс Я заканчиваю девятый класс, отдаю технику И мне говорят У вас не хватает двух баллов, чтобы поступить в технику Я такой Блин У меня все настроение пропало Я поехал к родителям И папа говорит, ну куда-нибудь уезжай Я хотел в Иркутск, в Новосибирск поехать Но нигде не было ничего нормального У меня вообще была с детства Питер переехать, мечта Но Почему это? Я не знаю, знаешь Ты фанат Пушкина? Ну да, я Пушкина всегда любит Более-менее Но я Есенина больше любил Есенина? Да И потом я, короче, переехал в Москву Потому что в Питере не было Я в Суворовск хотел поступить с детства В Суворовск? Да, после бокса как раз меня могли взять туда Но я не поступил Потому что подумал, что все-таки военные Это не мое Я хочу быть свободным человеком Какое высшее образование ты хочешь получить? Бизнес-школу Гарварда? Да нет Мне не нужна Питер-школа У меня друзья и так умные по бизнесу Так что, пофиг Я, наверное, не знаю даже, честно Мне без разницы, что получать Ну, я бы хотел доучиться в колледже, конечно, на программиста Хотел бы получить этот диплом, отправить папе Ты сам умеешь кодить? Конечно Я умею создавать сайты HTML CSS C Sharp Я там все языки программируемого Питон, знаешь? Питон, вот, никогда не учил Мне не нравился Потому что старая херня была Ну, это надо было учить Но мне не интересно То есть ты, как бы, можешь сделать сайт Приложение можешь разработать сам? Я вот в детстве, когда мне было 12 лет Я сделаю игры на комп На винду Знаешь, что я делал калькулятор даже Ну, я по-хитрому делал все Я, короче, мне было в Павлу весь текст писать, весь код Потому что зачем, если это уже создано, знаешь, калькулятор есть создан Я брал, копировал, короче, вставлял свои новые функции Просто сам дописывал все И это получалось как новая программа, знаешь С чем ты приехал покорять столицу? У меня было 10 тысяч рублей где-то Или 7 тысяч рублей в кармане Я ехал, да, 6 дней Я, короче, до широких ушел Это было трудно очень Я, когда, короче, вышел Первое слово У меня знакомый был, который банкер Он, короче, мне что сказал первое дело Взял свою норковую шапку И такой начал ха-ха-ха-ха смеяться Тебя встретил знакомый в норковой шапке? Нет, он сказал мне Ты взял свою норковую шапку? А это такая шутка То, что в Сибири, где я жил Все ходят в норковых шапках, понял? У тебя есть такая? Это нету мне Это, почему они ходят Это, типа, богато Вот если ты сейчас Люди здесь выпендривают Ну, типа, говорят, что на мне айс Знаешь, лед А раньше, типа, там На мне норковая шапка Вот Пока какая-то мутная голливудская история Мальчик из простой семьи Торговавший на рынке Был боксером И, значит, его родители Внезапно отпустили Одного в Москву С семью тысячами рублей Кто тебя здесь встретил? Кто этот человек? Это, на самом деле Тот человек, из-за которого я сюда приехал И когда вот Не зря я занимался программированием Я с ним познакомился тогда Он тоже учился вроде на программисты Или на... А, банковское дело он учился Он взросле меня где-то на 7-8 лет И он здесь работал в банке Его как раз Он благовещенский Сначала работал Я с ним там познакомился И его, короче, с работы Отправили в Москву с семьей И он тут работал Как раз один знакомый тут Вот он был Я приехал, он меня встретил Я пожил у него недельку Пока семья у него в отпуске была И, короче, после этого Он меня заселил в общагу Такаяся, конечно, общага И началась жизнь Москвича А что это за общежитие? Преуниверситие каком-то? Да нет, даже Или рабочее общежитие? Рабочее общежитие Знаешь, там кто жил Вот кто водит все эти автобусы, троллейбусы Они жили Я там один раз даже с чуваком подцапался Это было жаль, короче Там вот Десять квадратов метров Или меньше даже У тебя была комната своя там? Нет, нет Я жил У нас жило шестерка Там двухъярусная кровать И мы жили в одной комнате маленькой Это мигранты все? Да нет, даже не мигранты Русские были, которые водят автобусы Троллейбусы Вот я с ними жил Ну, это почти как мигранты То же самое Сколько стоило там жить? Не помнишь? Помнишь И что было за общага? Может, адрес какой-то? В день 300 рублей было вроде бы В месяц выходило 12-13 тысяч рублей В тот момент ты деньги еще не зарабатывал своим творчеством Подрабатывал в массовках И, насколько я знаю, даже снимался в физруке Ну что, как жизнь твоя? Физручья Да, снимался Это была, кстати, моя самая большая роль Первый раз Я в групповке снимался Это не массовка, брат Групповка? Да В чем разница? А это массовки платят 700 рублей И тебя в кадре почти не видно А в групповке тебя видно Более-менее там где-то видно в кадре И тебе платят уже полторы-две тысячи рублей Чем еще занимался в Москве? Да и всем занимался Ну, самые интересные твои заработки Листовки Листовки раздавал 2 января Возле дорогого центра какого-то Не помню даже маленького Это было очень трудно Холодно было на улице Я раздавал неделю целую Вот Когда, ну С 1 января до 15-го, да? Вот До 10-го каникулы? До 12-го или до 14-го Ну, пора сейчас у меня Не важно Ну, да, вот где-то так Сколько платили тогда? Ну, блин, как платят 800 рублей вот так вот За день Ты уже много попутчествовал по миру? Был на Бали Это первое место Потому что мы с друзьями поехали отдыхать Был в Испании Там был в 2-3 городах В Испании И все Нигде пока не было Слушай, а то, что ты с Джиганом ходил раздавать деньги Вы с ним друзья с Джиганом? Нет, не с друзья Мы тогда с ним познакомились Он говорит, давай что-нибудь у меня трек входит Давай что-нибудь прикольно придумаем А у меня тогда еще доброе сердце было Я говорю, давай, короче, этот Пораздаем, порадуем детишек И он такой Ну ладно, давай И мы реально ходили А он, знаешь, подходит Какая реакция была на вас с Джиганом? Расскажи, пожалуйста Прикольно Типа кто-то отказывал Он такой, думаю Кого больше узнавали? Тебе или Джиганом? Да я даже не знаю Ну, Джиган, наверное, если даже его узнают Не подходит к нему Потому что он такой, знаешь Такой здоровья И он такой Идет, наверное, блин А на самом деле он такой угарный чувак Ну, он очень странный, правда Но он такой смешной Вроде такой добренький А ты с ним общался до того, как вот это с ним все случилось История с бровями Да, да Но я после этого Вот, ну, как мы с ним сняли Я улетел на Бали Как раз это перед Бали Был первый раз, когда я полетал Это было в августе где-то И я с ним после этого не общался Потому что я его не поддержал какой-то трек Его Забыл Но я был на Бали, на отдыхе Он как-то на меня обиделся Знаешь, как Не знаю, как кто-то обиделся просто Как-то там написал мне Какие-то матные даже слова Что-то написал мне, короче Реально? Да, я думаю Что за фига? Да, и я такой В директе? Да, и он мне написал Что там Вот ты такой-то, такой-то Типа тебе нельзя там доверять еще что-то А я был на отдыхе И я такой думал Ну, через время Мы с ним списались И он такой Все нормально Бро, все окей Я выложил, поддержался Нормально Просто, наверное, у него не нравится Знаете, кстати, как он сейчас уже иронизирует Нас в этой ситуации? Да, это прикольно Тебе, да Один на что было дальше Это весело Это реально весело И он реально видно то, что Да, я не хочу про него ничего говорить Он взрослый чувак, который всего добился уже В своей жизни У него есть семья Это круто очень Не у каждого Глазные истории Да, у него есть У него вообще жизнь интересная Честно Главное, чтобы ему это нравилось Он был с Дрейком знакомый Он со всеми знакомым Он мне рассказывал столько историй Он вообще крутой чувак Именно если он умный Реально Вот, прикинь Фит будет? Не, не А что так уверенно? А, потому Ну, я вообще Ни с кем из них не хочу фиты делать Старая школа тебе не нравится? Ну, не все Ну, с Бастой бы сделал С Бастой бы сделал Потому что Мне Баста нравится Я бы с ним сделал душевную песню Душевную песню очень крутую Когда ты начинаешь Зарабатывать, раскручиваться Это социальные сети Вайные, да? Насколько я понимаю Ну, да Я начал заниматься вайнами С другом как раз таки Мы снимали с ним Это называлось проект «Не мажоры» Не знаю, почему так назвали Но это показалось прикольно тогда Мы с ним начали Друг как раз это название придумал Я вообще на YouTube хотел снимать И он тоже подключился И мы в итоге в Instagram начали снимать Потому что легче И начали снимать с ним За год набрали 300 тысяч подписчиков почти И как-то вот получилось в один день То, что я, короче, сказал То, что я не хочу с тобой снимать Я хочу один Потому что я снял какой-то ролик Ему не понравилось Он не захотел укладывать А он мне очень сильно нравился Это было в тренде еще тогда Спиннеры, знаешь? Они только вышли тогда Я снял ролик Я знал, что он зайдет И он тебе как бы меня прикал И он говорит Да нет, не хочу Он как раз в Молдавию уехал Тогда еще После этого Я говорю Давай я тогда своей странице Тоже буду заниматься Но тебе тоже буду помогать Ну, привет Привет А ты сегодня одна? Да Британ, заваливайся! Британ! Я ему отдал эту страницу полностью Которая была раскручена уже И начал свою раскручивать И у меня быстро все пошло Почему-то И у меня я был уже чуть с опытом Ну, как бы год снимал с ним Понял, что да как И начал один двигаться Не было возможности, в принципе Брать оператора Я брал штатив вот такой вот Ставил камеру И девочка отыгрывала А потом уносил этот штатив в другой кадр Чтобы в другой ракурс Ставил И отыграл И уже Когда монтировал Приближал картридж Чтоб казалось, что кто-то приближает Знаешь И это выглядело прикольно И это было круто, честно Знаешь Искренне хотелось, наверное Я за месяц набрал там вроде бы Полмиллиона или 300 тысяч Я быстро обогнал этого друга своего И когда я уже начал сам заниматься И я родителей тогда попросил Я еще только не зарабатывал В принципе Я попросил, чтобы они мне скинули 10 тысяч рублей на раскрутку Чтобы я, знаешь, купил там Чтоб одежду там, чтоб снял, знаешь То-то И в итоге как бы Не зря они мне скинули эти деньги Слушай Я потратил правильно все Скажи, когда ты начал все-таки зарабатывать Какие-то более-менее серьезные деньги Именно своей блогерской карьеры Ну или чем Как начал сам снимать Три года назад Я заработал тогда Первый месяц 100 тысяч рублей И для меня это было Нифига себе Прикольно Я, короче, накопил 200 тысяч рублей И мы, короче, поехали с другом Покупать камеру За эти деньги И 0 рублей в кармане осталось Ну я зато купил камеру За 200 тысяч? Да Камеру с флешки, наверное Да, все вместе купил с объективом А жить продолжал еще в общежитии? Нет, я жил в комнате То есть начал снимать уже комнату? Да, да, комнату Это почти так же то, как общая Это просто одна комната Это своя комната Во сколько ты, получается, заработал первый миллион В 20 лет? Нет, где там На что я его потратил? Да, я даже не помню Они тебе просто так на карту упали? Нет, они вот Накопились Наверное, как-то так получилось, что они накопились Я их потратил потом сразу Вроде тогда в Казахстан поехали Я тогда в Казахстан Знакомился с чуками Поехал И там за неделю потратил 300 тысяч рублей Потому что мы жили в самом крутом отеле С видом на горы И потом посмотрим на счет 200 тысяч рублей Запрос проживания А там для них это Это невероятный день Тогда еще будет И я вот так вот Я всегда, у меня, знаешь Никогда не копились деньги Я всегда тратил на творчество Я хочу ролик снять Я там на Вайн мог потратить 200 тысяч рублей Как люди сейчас на клип тратят Такое мудрское видео А я мог на Вайн На минутный ролик потратить И все Из-за этого у меня качественные ролики такие были Потом пошли уже Ты семью свою содержишь сейчас? Ну да, помогаю Потихоньку помогаю Как могу Но я бы не сказал, что я им отправляю невероятное количество денег Либо не показываю семью вообще никогда Как многие это делают Там машины давят маме Там папе Там еще что-то делают Говорят, вот Это же контент Ну я пока Ну Так не делаю Нет, потихоньку А почему так закрыто, кстати? Я не хочу показывать родителей Что потом их задалбливали Фоткали с ними Ну это, блин, такое свежее Вот с бабушкой, с которой я снимаюсь Это моя неродная бабушка Если ты хочешь спросить сразу Это моя двоюродная бабушка Я об этом уже говорил Просто я с ней ее задалблюсь Фоткать, знаешь А если родители покажу Ну как бы их там вообще же Не оставит их в покое Такое себе Безопасность не очень Какой у тебя сейчас доход в месяц С твоей карьерой И с того, чем ты занимаешься Ну честно И тебе скажу Я не считаю Потому что сейчас все меняется же у меня У меня раньше, например Вот И бывало то, что я по 4-5 миллионов зарабатывал И больше Когда я в Ване снимал только А потом у меня поменялось Все, музыка ушла Знаешь Я все деньги потратил на музыку Купил оборудование Купил там Заарендовал студию Нашел людей Команду своих друзей Перевез там Звукорежиссера сюда Продюсера То есть Привез сюда В Москву С Алматы И мы вот так вот Большой командой работали И когда я выпускал треки Я очень много на свои треки Первую потратил Я дебил Я не знал то, что не надо столько денег тратить Я думал, надо Ты как-то вскользь сказал Я на Винах зарабатывал 4-5 миллионов в месяц Где там деньги? Это что? Рекламные интеграции? Просмотры? Что это? Да, рекламные интеграции И тогда, знаешь Когда все рекламировали каперов Я не рекламировал их Потому что Ну у меня Совесть не позволяла Короче Это потому что я знал То, что все обман Все такое Каперы Ставочные Всякие букмекерские конторы Ты с этими не сотрудничаешь? Я сотрудничал Очень долгое время С 1xbet Потому что Ну как бы, знаешь Нужны были деньги Ну это нормально Я считаю 1xbet Многие люди ставят И без меня Есть мнение Что они платят Просто баснословные деньги Эти организации Сколько тебе платили? Мне, кстати, немного Так как у меня Всегда была Знаешь Аудитория Ну не пацанов Вот долгое время Когда я вайна снимал Мне платили Ну Тысяч Есть Кручок Двух с чем-то Миллион Ну трех миллионов Нет, два с половиной Миллиона Где-то в месяц Сколько ты сделал Рекламных интеграций За всю свою карьеру? Я не даже Не сочетаю Ну сто сделал? Нет Нет Ты уже купил себе Что-нибудь прям Дорогое Там Дом Квартиру Первым делом Я машину себе купил Что это за тачка? Ешка? Да За сколько? Около пяти миллионов А она тебе вообще нужна Вот здесь вот Москва-Сити Ты ездишь за рулем? Да, конечно Но я сам не езжу У меня друг есть Который я тебе говорю Моя половинка Ты согласен с тем Что сейчас Видеоблогеры Вот такие как ты Например У них у единственных Существует такой Бешеный социальный лифт То, что ты Был вот простым парнем Который торговал на рынке Потом работал в Массовке В групповке А сейчас у тебя Миллионы подписчиков И миллионы рублей доходов Ты с ним согласен? Ну, да Да, наверное Это знаешь, почему я согласен? Раньше, например, актеры были Которые, знаешь Которые учились Чтобы сниматься в фильмах И они становились популярны А сейчас Это те же самые актеры Только они в интернете Вот Они делают, что хотят Они могут быть Они могут снимать сценарные видео Могут снимать тиктоки Могут заниматься музыкой Нет, тут есть разница большая Потому что актеров берет на работу Режиссер, продюсер Их одобряют Они правильно, как ты говоришь Учатся в актерском В ритузах Слушай, в Америке Знаешь, как Могут с улицы подобрать И сказать Вот, ты будешь сниматься Знаешь, как человек-паука Он просто-просто Прошел на кастинг Умел с альтухи делать Его взяли Он не учился на актера Кому вот везет Вот знаешь Он понравился продюсеру Это так же в видеоблоге Ты понравился людям Какой-то У тебя есть какая-то харизма Или какая-то вот Ну, какая-то мимика Ты понравился людям Все, у тебя появились подписчики И вот с продюсером так же Ты понравился ему Знаешь, на взгляд Ты будешь выглядеть Прикольно в кадре Харизматично Что-то есть какая-то изюминка И тебя берут на фильм И все Вот в Америке так А в России, знаешь Мне кажется, много чего проплачено До сих пор снимается Как бы это стыдно Типа сейчас очень много молодых появилось Почему не берут сниматься Их бы смотрел бы больше Чем вот этих актеров Я даже не знаю, как его зовут Один актер Снимается во всех фильмах России Саша Петров? Да Он и футболиста сыграл Я думаю, ну куда Я понимаю, что ты хочешь деньги заработать Но куда Знаешь, он мне нравился Я его любил невероятно Когда он играл вот этого Полицейские субблевки Я его очень любил Но футболистом тебе сниматься Ты чего, брат Ты худой вот такой Но футболиста так не выглядишь Его хотя бы накачали бы У тебя же девушка есть Нет, у девушки Ты расстался? У меня была девушка давно еще А это был пиар-роман? Нет, это был Мы с ней снимались Снимались И дружили И вот получилось так, что мы с ней начали Счастаться А потом Мы с ней до сих пор дружим Мы с ней очень близкие люди Но мы с ней как бы Не встречаемся Давай поясним То есть твоя бывшая девушка Дина Саева Это самая популярная Тиктокерша В России И как после ваших отношений У тебя карьера Подскочила Из-за того, что у вас была Такая долгосрочная коллаборация С ней Она стала же недавно Самой большой тиктокершей А тогда она еще не была Самой большой тиктокершей Тогда у меня Намного выше показатели были У нее подскочила Скорее всего Активность Ежели у меня У меня на чуть-чуть И Потом мы с ней Расстались Она стала Самой популярной Тиктокершей Короче, с Диной Это был не пиар-роман Это не Да нет Ты чего Я никогда не делал С кем-то пиар-роман Это зачем Я люблю быть свободным Но вроде Ташкутка Свобода А что расстались Не за денег, я надеюсь Нет Просто Не сошлись Чуть характер Она лидер Я тоже лидер Я тоже хочу Знаешь У меня есть карьера Большая У нее есть цели И у нее тоже Из-за этого Мы с ней постоянно работали вместе Из-за этого Чуть ругались По чуть-чуть Тем более у него Переходный возраст Был И у меня тоже Из-за этого Не сошлись характеристики Ты вне политики, кстати Да, я вне политики Но я, знаешь Смотрю на это все С этой стороны Я всех понимаю Я и понимаю людей И политику Они просто люди Думают не так чуть А там все Глубже надо думать И понимать их тоже Ты политические акции Рекламировал какие-нибудь Нет, вот слушай Мне очень много раз Предлагали выборы Мне очень много денег Предлагали Вот прям Потому что я никогда Не рекламировал И я отказываюсь всегда Не хочу А кто предлагал? Кто звонил? У меня есть там люди Которые в этом И Выпородители Высокие люди Как бы есть там Знакомые Они предлагали Говорили Давай Не заметят люди Я такой Да нет брат Ты чего Блин Я не хочу Это как бы Это такой Рекламировать Знаешь Идите на выборы Ну блин Как это Я скажу людям Это же такое Это потому что в России Так относится Это нормально В принципе Идти на выборы Но в России Как бы знаешь К этому относятся Как будто Ты Все На тебе крест Сколько предлагали бабок Так же Вот как за Как как Бухмекерские конторы По несколько миллионов Больше Там много денег Там около Ну много Пять Ну где-то так За один пост Не пост А сториз За один сториз Когда именно такие темы Которые сильные Важные То там предлагают Около где-то так А вообще Какие у тебя расценки У меня вообще расценки Не такие дорогие Даже Так скажу Сейчас Ну скажи Сейчас я уже не ретонмирую Просто раньше Например Сториз один Триста тысяч Триста пятьдесят тысяч Стоит А пост Стоит От Шеста Семьдесят Семьдесят Сейчас Не Сейчас Я делаю Только большие проекты Я только делаю Такие на контракт Проекты Потому что Я уже как артист Я не выкладываю Почти ничего в ленту И мне очень важно Чтобы это было Интересно для меня Проект Как ты расцениваешь Сейчас В 2020 году Роль хайпа Особенно Грязного хайпа Потому что я с тобой Видел несколько видео Какое-то Супер постановочное видео Снятое из-за кустов Там два парня На фоне Гелендвагенов Как будто это Разборка из 90 Саши Белым Абсолютная постанова Слушай Это не снимал Чувак мой Типа Это не снимал Ну чувак Ганвест А я Получилось вообще так Что он сделал трек Я офигел Я угорал сначала Думал он угорает Не будет выкладывать Просто орет Я тоже поорал с ним Почему бы не поорать И как раз мне писали Что он закрыл станицу А у меня всегда закрытая станица была И я такой Думаю Ну орет-орет Выкладывает трек Я жду один день Этот трек Залетает И мои люди звонят Говорят А мне до этого Предлагали его вообще Уничтожить просто Я говорю Да нет Оставьте пацана Кто предлагал Ну там у меня есть друзья Старшие друзья Бандиты у тебя Да нет У меня просто есть знакомые Хорошие мои знакомые И они типа предлагали Просто поговорить с ним Типа никого Никто никого Мы же в 21 веке живем Главное Самое сильное Это слово Ой слово Это язык твой А вот оружие Знаешь Драться с кем Вот эта херня Мне кажется В наше время Это 90-е А вот эта история Когда ты сидишь В машине С разбитым окном Это реально Это реальная история Тебя правда ограбили в Москве Это правда Это не постанова Нет Это вот Не постанова Реально Это типа Я Припарковался Мой друг На пятницкой Ограбили тачку И сняла девушка Которая в банке там работает Рядом банк Что там Ну грабили машину Она сняла Чтобы показать И я закинул это в сторис И мне писали Что постанова Да ну не постанова Зачем мне свою же машину Ломать И которую за 5 миллионов Купил Хайп Контент А в чем хайп Мне как бы что Люди узнают Что мою машину сломали И что Ну всем жалко Всем интересно Об этом пишут СМИ У меня как бы И так интересно Все У меня выходит творчество Выходят треки И они всегда залетают И всегда всем интересно Ты слышал историю Как Ольгу Бузова На Патриарших прудах воровали Нет А вот это Да это херняжа Это видно же было То что Ну а у тебя что не видно Ты сидишь В очках В маске В своей разбитой машине И поешь свою песню А это я воспользовался Моментом Это же Разные вещи У тебя есть какой-то график Там новых релизов Может быть Планешь делать альбом Поехать в концертный тур Я хочу Это уже в следующем году Хочу альбом выпустить И хочу поехать в тур Но в этом году Я уже должен был Выложить трек Он у меня уже готов Лежит Но так Я его не выложил Потому что клип не готов Но он до сих пор монтируется Из-за этого Я вот выкладываю На этой уже неделе Ну 25 числа Выкладываю новый трек Я его еще даже не показывал Но я его выложу просто Когда у тебя был последний концерт? У меня не было ни разу У тебя не было концерта? У меня зовут Везде зовут Но я отказываюсь Почему? Потому что я хочу Знаешь Выйти на сцену И чтобы это было круто И чтобы люди Кайфанули с этого А пока Я только развиваюсь И к этому иду И я хочу первый свой концерт Сделать сольным В Москве И хочу собрать Очень много народу Сколько придет, конечно И хочу сделать Из этого шоу Красивое шоу То есть ты отказываешься От корпоративов Ты отказываешься От клубов Ты отказываешься От большого количества рекламы И намеренно Не зарабатываешь Еще кучу денег Специально Чтобы сохранить на потом Чтобы потом делать Большие проекты Чтобы это людям было интересно Смотрите, я не люблю Размениваться Да Потому что ну Можно истратить себя так В ТикТоке у тебя Более 9 миллионов подписчиков И по твой трек Фэнди Станцевало там Более 3,1 миллиона человек Это рекорд В российском Сегменте ТикТока Рекорд не за звук А этот трек Под трек Станцевало И там снимали ролики 3,1 миллиона человек У тебя есть видео С твоей бабушкой Которая посмотрела Практически 500 миллионов человек Монетизация в ТикТоке Есть какая-то? 0 рублей ты с этого зарабатываешь Это только аудитория Для твоего инстаграма? Ну аудитория, да После этого мне Много американских блогеров Там американских артистов написало То, что я им нравлюсь То, что ты такой чувак У меня много американской аудитории Потому что, наверное, из-за того, что я У меня не русская внешность А им там нравится, мне кажется Такая внешность И они всегда, знаешь, подписываются на меня Пишут мне Мне друг Бибера даже написал Говорит Ты крутой чувак Пубир? Нет Это там маленький Мэйсон Рэмси Есть чувак Он мне написал Ты крутой чувак, брат Говорит Это он давно еще написал В ТикТоке мне предлагали рекламу Макарена Ай, Макарена, Тайга До того, как вышел еще трек Мне их скидывали, этот трек Но я не рекламировал Я не рекламирую треки вообще Помощь ТикТока можно стать всемирно известной звездой? Причем находясь в России Да, да Если и этим заниматься сильно, то да Я вот если бы занимался бы тогда сильно ТикТоком То я бы, может быть, у меня было бы там уже 30 миллионов подписчиков Просто я этим не занимался, потому что, ну, мне это особо сильно удовольствие не приносило Я когда вот приносит удовольствие, я снимаю Почему я редко укладываю видосы? Вот когда я хочу, мне, знаешь, по кайфу, я сниму, закину Потому что мне нравится А когда мне не по кайфу, я себя не долблю, то, что у меня есть график Я должен снимать постоянно для людей, радовать Я просто, когда хочу, тогда я снимаю людям И, как бы, в этом и есть моя жизнь История с треком Fendi Это реклама бренда Fendi? Есть такой слух Какой? Что тебе заплатили Ну, что вот сейчас Многие музыканты Музыканты Да, я да расскажу тему Значит, многие музыканты Поют про какие-то бренды Кому-то за это платят Кому-то нет, да, например Вот, но такая практика бывает За Fendi тебе заплатили что-нибудь? Говорят, что это Несколько сотен тысяч долларов Да, во-первых, они же в долларах не платят, бро Это же Италия, это евро А во-вторых, то нет Типа, это такая история, знаешь Мне кажется, это просто слухи Это простая история Заплатили или нет? Да, я не могу об этом сказать, бро Типа, ну, не заблотили НД у вас контракт? Нет Хорошо Они мне просто подогнали куртку Fendi А, да-да Бартер, да? Блин, я две недели ждал, пока откроется этот магазин Fendi Что, купи себе Да нет, это я купил просто себе куртку Fendi И из-за этого пришла такая идея большая А если бы, если бы предложили деньги И написать трек про бренд Ты бы сделал такое? Ну, конечно Тимати, насколько мы знаем, практикует такое иногда Ну, может быть, если это было бы как Fendi в тему бы То, может быть Сколько стоит содержание всей этой истории? Вчера я считал, лежал, короче Выходит около, почти 2 миллиона частиков в месяц Это все вместе? Это студия, квартира Наш, ну, покушать, там иногда на такси езжу Платить зарплату всем Вот, много чего, короче Очень много чего Ты в одном интервью рассказывал, что у тебя бывает 10 тысяч рублей на карте, 5 тысяч рублей на карте Сейчас такое бывает? Да У меня сейчас 30 тысяч, наверное, когда карте Остальное там где-то В шкафу лежит? Нет Ты в банке деньги хранишь? Да, конечно Я не храню, ты чего? В шкафу Это же мне Когда у меня наличка, они улетают, не знаю Знаешь, принес деньги Через месяц их нет Потому что где-то ты там взял на что-то Знаешь, на что-то и все Я не умею распределять бюджет, честно Потому что, наверное, молодой Сейчас уже учусь потихоньку Рахим, пожелай что-нибудь нашим зрителям Которые вот в 2020 году смотрят на тебя и думают Блин, надо тоже начать что-то делать самому Не надо себе строить идола Это очень важно Вы можете фанатеть по кому-то, он может вам нравиться как персонаж Но никогда не возвышать его выше чем Бога Это как бы Бог один А люди это люди обычные все Просто важно верить в свою мечту, цель И восхищаться кем-то Я вот восхищался какими-то звездами в свое время И смотрел, как они добивались успехов Смотрел интервью И старался примерно делать так же Но у меня своя жизнь Я понимал, у них своя была жизнь И по своему пути шел просто И верил в это Спасибо, Рахим Класс, спасибо Друзья, а я напоминаю вам, что в некоторых из последних выпусках Forbes Digest Мы разыгрываем призы Поэтому советую посмотреть наш плейлист Среди призов, например, годовой абонемент Фитнес-студии и картина Известного художника оригинала 18 века Поэтому смотрите наши выпуски Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И следите за обновлениями Пока-пока